Привет, друзья! Продолжаем строительство бани. Сегодня у нас на повестке теплый пол. Причем теплый пол будет потреблять по предварительным расчетам не больше 1 кВт в час. Как я это сделал и все расчеты я укажу в этом ролике. В бане бетонные полы, которые будут покрываться плиткой, соответственно зимой будет от плитки холодно. И очень желательно, чтобы она подогревалась, чтобы не ходить в тапочках или не делать какой-то помост. Для теплого пола буду использовать уже известный кабель с Алиэкспресс. Карбоновый кабель в силиконовой оплетке 33 Ома. Так, это комната отдыха 6 квадратных метров. Решил сделать здесь теплый пол, а также в помывочный теплый пол. Планирую сделать 4 контура по примерно 11 метров. Сейчас все разрисую и с помощью обычной болгарки прорежу штробы, чтобы уложить туда кабель. Ну вот бороздки сделаны на расстоянии 10 сантиметров. Каждый контур я посчитал около 11-11,5 метров. Справа будет шина проходить в виде 1,5 миллиметрового провода. Заняло все это у меня около 1,5 часов. В комплекте идут крепежи, термоусадка и трубочки. Вот с помощью них параллельно, обязательно параллельно, я подключил все линии. Раз, два, три, четыре. И пробно подключил вилку через ваттметр посмотреть потребление. И мы видим 560 ватт. 230 вольт. 2,4 ампера. И вот стабильно идет нагрев. Я уже потрогал. Все контуры теплые. Сначала положу плитку, возьму тепловизор и посмотрю, как нагревается пол, до какой температуры. Пока я этого делать не буду, потому что это занимает времени, около часа. Продолжим делать, заделывать швы и класть плитку. Никогда не пользуйтесь жидким стеклом в плане покрытия им стяжки. Я не скажу, что я жалел цемент на стяжку при подготовке полов в бане, но через год вот видим такую картину. Это не столько воздействие зимней влаги, льда, сколько эффект от жидкого стекла. После покрытия поверхности на глубину образовалась вот такая вот корочка, которая связалась с жидким стеклом, и она отскакивала от основной стяжки. В итоге верхняя вся поверхность начала разрушаться. И жидким стеклом я испортил нормальный бетон. Поэтому ни в коем случае полы в гараже не покрывайте жидким стеклом, иначе им придет конец. Расчеты теплого пола достаточно простые. Если использовать теплый пол в качестве основного отопления, то принято считать, что на один квадратный метр для квартир должно уходить 150 ватт мощности, не меньше. Это для карбонового кабеля. В частных домах и на лоджиях этот показатель будет немножко выше. Около 170 ватт. Все расчеты сводятся к двум простым формулам. Формулы расчеты мощности. Она равна напряжению в квадрате, поделенное на сопротивление определенного участка. Тот провод, который я использую, это провод 12К. Он имеет сопротивление 33 Ом на метр. Соответственно, мощность будет равна... У в квадрате это 220 вольт 48 400. Делим на 33 умножим на 10. Мощность 10-метрового участка. 145 ватт. 10 метров это оптимальный размер отрезка. Меньше это уже будет избыточное нагревание, а больше, соответственно, недостаточное. Чтобы вычислить нужную длину провода, можно использовать формулу. Л равно корень квадратный из напряжения в квадрате поделить на мощность и на сопротивление. Только мощность и сопротивление не одного квадратного метра, а одного погонного метра. Так, производитель не рекомендует превышать мощность в 25 Вт на метр. Это предельная мощность. Какая же длина будет при этой предельной мощности? 7,7 метров. Меньше чем 7,7 метров отрезки делать нельзя. Они просто сгорят. Силиконовая оплетка выдерживает температуру 180 градусов. Больше этой температуры она начинает гореть. Но чтобы каждый раз не поставлять цифры в формулу, производитель уже написал, при какой длине участка, какая будет мощность и какой будет нагрев кабеля. Так, если длина участка составит 10 метров, мощность будет в районе 145 Вт. Температура кабеля будет 50-60 градусов. При длине в 15 метров мощность составит всего лишь 100 Вт. И температура кабеля будет в районе 40 градусов. Ну а теперь о моих ограничениях. Изначально баню я не собирался строить. Загорелся я тем позже. Но провод уже прокинул. И прокинул всего лишь сечением 1,5 квадратных кабель. Можно навесить нагрузку максимальную. 3,3 кВт в час. 2 кВт уйдет какой-нибудь прибор, типа чайника. И 200 Вт оставим на освещение. В итоге у нас остается 1100 Вт, которые можно пустить на подогрев пола. По моим подсчетам, в бане потребуется 7 контуров. 4 в комнате отдыха, 2 в помывочной и 1 в парилке под ноги. При длине кабеля в 11 метров мощность этого контура составит 133 Вт. Кабель при этом нагреется до примерно 45 градусов. Умножаем эту цифру на 7 и мощность суммарная у нас составляет 931 Вт. Эту цифру можно смело округлить до 1 кВт. То есть, что и нужно. Другой вопрос. Хватит ли температуры в 45 градусов для прогрева стяжки до комфортной наганной температуры? Большой вопрос. Скорее всего, нет. Стяжка много заберет. И приход и уход тепла уравновесят, в зависимости от окружающей среды, до 20, может быть, и меньше градусов. Этого достаточно, чтобы в бане была положительная температура, и она была непромерзаемая, и ноги не мерзли. Но для полноценной температуры воздуха в 22-23 градуса этого, скорее всего, недостаточно. Но такой задачи не стоит. В бане мне все-таки не жить. Какая все-таки получится температура теплого пола у меня в бане? Давайте посмотрим дальше. Укладку плитки я закончил. Она подсохла буквально пару дней, чтобы не перегревать раствор. Сейчас подключим и посмотрим, насколько нагреется пол. Сравнивать будем с полом, который у меня в соседней комнате. Это у меня там склад под инструменты. Теплого пола там нет. И очень легко обычным пирометром будет как раз сравнить разницу в температур. Сразу скажу, что нагревается пол не быстро. К тому же здесь длина кабеля не 8-10 метров, а 12. Это процесс будет еще более долгим. Тем не менее, подождем пару часиков. Ваттметр по-прежнему показывает 564 ватта. Это 140 ватт на контур. Контур у меня примерно 1 квадратный метр. То есть, в принципе, это то, что я хотел. Ну, оставляем и будем смотреть. Пока греется пол, самое время кое-что сделать. Я развязывал нижнюю обвязку в местах, там, где будут дверные проемы. Соответственно, ее нужно укреплять. Укреплять буду анкерами. Так что самое время проверить мое новое приобретение перфоратор Ресанта на 1000 ватт. До этого я пользовался перфоратором Пре-4 от Диолт. Вещь надежная, но не лишена недостатка. Главный его недостаток в том, что сила удара у него достаточно маленькая. Всего лишь 3 джоуля. У этого заявлено 5 джоулей. А это, как понимаете, самая важная функция перфоратора. Хорошо долбить. Комплектация у него достаточно спартанская. Есть направляющие, есть бурно 6. Лопаткой придется докупать. Но это не беда, потому что лопатки, если идут в комплекте, то, как правило, они очень низкого качества. Приходится покупать отдельно нормальные. У перфоратора удобная поворотная ручка. Главное, чтобы она долго продержалась. Внешне металлическая оплетка. Стандартное, в принципе, исполнение. Гарантия 5 лет. И 3 стандартных режима. Также, в отличие от старого, у него имеется реверс. Сейчас как раз и проверю, насколько хорошо он выполняет свои основные функции. Ну что же, неплохо. В принципе, мне понравилось. Он гораздо легче и удобнее, чем предыдущий перфоратор. В такие узкие места им гораздо проще доставать, нежели предыдущим. Давно обратил внимание на инструменты от Ресанты. Они сочетают в себе неплохое качество и доступную цену. Поэтому недостающие инструменты, которые у меня нет в наличии, я буду покупать, скорее всего, тоже Ресанта. И время от времени вам делать отзывы на них. Ну что ж, первые результаты. Прошел час 48, чуть меньше двух часов. Смотрим температуру. Температура 18 градусов. 19 даже градусов. Так, а холодный пол? Холодный пол показывает 13-14 градусов. То есть, на 4 градуса за 2 часа он нагрел. Итак, прошло больше 4 часов. Потребление несколько увеличилось. До 585 ватт. Я замерял температуру, когда прошло 3 часа. И сейчас 4 часа. И обратил внимание, что температура выросла до 23,5 градусов. И дальше фактически не растет. Ну, медленно-медленно. Может, до 24 вырастет. Какие выводы можно из этого сделать? Во-первых, для основного отопления теплым полом Контур 12 метров это много. Нужно контур 9-10 метров. Тогда теплый пол будет прогреваться градусов до 30. Здесь же у меня 7 контуров. 4 здесь. 2 в помывочной сейчас сделал. И в парилке 1 контур под ноги. Потребление каждого контура где-то 140 ватт. Все вместе как раз и получается около киловатта. Что хотел, то и получил. Но, повторюсь, я ограничен площадью сечения в одного кабеля в полтора миллиметра. То есть, я выделил на отопление только 1 киловатт. Перегружать я не хочу. Да, в принципе, и лишние траты мне не нужны. Потому что в бане при таком подходе будет всегда плюсовая температура в любой мороз. А на сегодня я с вами прощаюсь. Кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал. И, пожалуйста, нажимайте на колокольчик. Это мало кто делает. Потому что впереди будут интересные ролики. В том числе и про бассейн, который на вкладке «Сообщество» вы захотели увидеть. Будет интересно. Пока.